Доброго времени суток! Посмотрите на этот мелколистник. Вот я сразу отвечу на вопрос Натальи. Наталья, я сегодня расскажу вам про мелколистник. Вы мне написали, что подходит от диареи, причём вы находитесь рядом, недалеко от меня. Буквально два села нас разделяют в такой же сложнейшей обстановке, где нет ни врачей, ни больниц, ни приёмных, абсолютно ничего. Мы лишены всего, что только можно. И вы спрашиваете от диареи, от поноса, что может помочь. То, что под рукой. Я вам скажу, существует такая травка, которая называется мелколистник канадский. Он растёт везде, я уверена, вы её с лёгкостью, эту травку, найдёте у себя. Её ещё называют кониза канадская, почечуйная трава, остудник, шельмовка. В Украине у нас здесь называют её заткни гузно. Или блошиная погибель, потому что блохи её терпеть не могут. Там, где эта травка есть, где вы её полуете, вот она так растёт. Вот так вы увидите, она как сорная трава. Вы её вот так вот увидите, видите, вот такая она, мелкие листочки и беленькая корзинка вверху. Всё. Вы её легко, вы её не перепутаете ни с чем. Её можно там с одной травкой перепутать, я вам покажу её чуть позже. Вот такой вот венечек я собрала, потому что у меня всегда в запасе есть эта травка. Вот она вот так растёт и имеет такой пушок, небольшой пушок на стебелёчке. Вот эту тоже я заберу отсюда, ей здесь не место. Очень легко её запаривать в кипяточке. Это одна столовая ложка травы на 200 мл кипятка. Лучше всего час дать настояться в термосе. И пить по 50 мл четыре раза в день. Всё. Всё. Закрепляет на раз. На раз, два, три и всё. И будет закреплено всё как нужно. Обратите на это внимание. Я думаю, что я ответила на ваш вопрос. Ну, а сейчас поподробней про эту травку. Вот кто здесь у меня сидит. Богомолка у меня здесь сидит. Богомол. Состров травы уникальный. Уникальнейший. Чего там только нет в этой травке. И благодаря своему составу она, конечно же, ещё и противовоспалительная. У кого кровотечение, геморрой, у кого цистит. Обратите внимание на эту травку. И её очень хорошо использовать. И ещё хочу сказать, что маточные кровотечения. Это прекрасное кровоостанавливающее средство. Ещё у кого ранки во рту. Вместе с шалфеем противовоспалительным. Берём столовую ложку этой травы и столовую ложку шалфея и полоскаем. Это лучше, чем кора дуба. Ещё у кого кровотечения, особенно носовые, кишечные, лёгочные, родовые, зубные, даже для лечения подагры, артрозов и так далее, циститов, простатитов. Хороший эффект даёт вот этот мелколепесник канадский в комплексе, конечно же, с другими травами. Например, а ещё, кстати, и при ревматоидном полиартрите применяют спиртовую настойку с добавлением таволги, а при эндометриозе настой цветков лаванды, полыни, таволги, календулы, тысячелистника и мелколепесника. Это для тех, кто записывает и делает конспекты, вы уже многое знаете. Очень много эфирных масел, пахнет хорошо. Кроме того, в нём найдены биологически активные вещества, как флавоноиды, сапонины, алкалоиды, дубильные вещества, холин, витамин С, лимонен, терпинеол, депентен, альдегиды, смолы и минеральные соли. Об этом нам рассказывает немецкий журнал. Поэтому обратите внимание на эту траву, используйте её, держите её. Вот я себе набрала вот этот небольшой пучок на этот год. А вот рядом травка я вам показываю. Это не мелколепесник, да и лепесточки у неё крупнее. Это нам не подходит. Это не то, как я и обещала показать, чтобы не спутали. Всё-таки мелколепесник канадский, вот он, он очень сильно похож на эстрагон. На эстрагон по-другому называют тархун. На тархун очень сильно похож. Вот так вот он растёт. Поэтому я думаю, что вы его, вот он такой, не спутаете уже ни с чем. Так что думаю... Я, знаете, что хочу сказать? Что я читаю журнал один, немецкий, но на английском языке. И там совет экспертов при Федеральном институте лекарственных средств и медицинских изделий Германии, они выпустили фармакопейные статьи, которые вот описывают хорошо эту травку. А вот здесь у меня бузина. Посмотрите, какая она у меня красавица. Бузина. Придёт время, она будет полностью вся у меня чёрная. И я вам, когда созреет, покажу, что я с ней делаю для того, чтобы держать на высоте свой иммунитет, для того, чтобы не было авитаминозов, для того, чтобы чувствовать себя отлично. Она намного лучше, чем малина и другие ягоды. Бузину, тем более, что растёт она так просто, особенного ухода она не требует. Поэтому, если у вас где-то выросла бузина, ни в коем случае её не убирайте. Я её наоборот к себе посадила. Хотя во многих местах она сама растёт, просто сама. Я себе её посадила, из маленького растенница вырастила большое шикарное дерево. Что на даче у меня росла, не знаю, что там сейчас с дачи, просто боль, боль. Дача это была как ребёночек, что с ней сделали, что с ней сделали. А сейчас здесь у меня тоже за два года так выросла бузина, такая она красавица у меня стала. Ну и вот ещё раз покажу вам мелколистник канадский, для того, чтобы вы запомнили. И вот имейте каждый у себя вот такой пучок, вот такой вот веничек, как я насобирала. Я его измельчу, посушу, и это как скорая помощь при расстройстве у меня. Так, думаю, что исчерпывающий ответ. Всё вы теперь знаете, а вот этот я отсюда убираю. Ему здесь не место. Вот такой корешок, стержневой корень, чтобы вы знали, какой корень. Вот такая вот травка. Очень полезная трава. Сегодня вас благословляю этой травой. Дай Бог вам здоровья, Божьих благословений. Пусть Бог оберегает вас, мирного неба. Пусть всякая нечисть уйдёт от вас прочь. Пусть у вас будет любовь, благословение, мир, здоровье, процветание. Дай Бог во имя Иисуса Христа. Желаю вам. И, конечно же, с радостью хочу сказать вам, что я люблю вас. Благодарю вас, дорогие мои. Пока-пока.